Продолжаем разбор демо-варианта основного государственного экзамена, сокращенно ОГЭ, 2015 года по математике для 9 класса. Модуль «Реальная математика. Задача номер 19». На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид. 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками. Для решения задачи будем использовать классическое определение вероятности. Вероятность п какого-то события равна отношению m разделить на n, где m число благоприятных исходов, а n число всех равновозможных исходов испытания. Сначала найдем n. Количество всех возможных исходов в нашей задаче. Петя выбирает один пирожок. А сколько вариантов выбора может быть всего? Сколько пирожков? Столько и вариантов. Посчитаем общее количество пирожков. То есть 4 плюс 8 плюс 3. Общее количество пирожков 15. А значит и n равно 15. Почему? Потому что может быть 15 различных исходов или вариантов выбора. Он выбирает один из 15 возможных. Значит он может выбрать любой из 15. А значит количество всех возможных исходов равно 15. 15 разных пирожков он может достать. Далее. Теперь посчитаем чему равно m количество исходов, которые нас устраивают. Они называются благоприятными исходами. Сколько исходов нас устраивает? По условию задачи нам нужно найти вероятность того, что пирожок окажется с яблоками. Посмотрим. Сколько вообще всего с яблоками пирожков? 3. Это значит, что любой из этих трех пирожков, он же выбирает один. А значит один из этих трех с яблоками нас устроит. Он может выбрать первый с яблоками, второй или третий. То есть любой из этих трех. Поэтому m количество исходов, которые нас устраивают, равно 3. И теперь нужно подставить эти числа в формулу классического определения вероятности. Тогда мы с вами получим p равно m разделить на n, подставляем, вместо m 3, вместо n 15. Сокращаем на 3. Тогда получается 1 пятая. На 3 мы поделили числитель и знаменатель. В числителе 1, в знаменателе 5. То есть получается 1 пятая. И теперь, прежде чем записать в ответ, нужно перевести 1 пятую в десятичную дробь. Это будет 0,2. Можно в столбик поделить 1 на 5. А можно добиться, чтобы в знаменателе было число 10, следующим образом. Можно умножить, числить знаменатель на 2. Но чтобы величина дроби не изменилась, надо еще и числитель умножить на 2. Тогда получается, если мы умножим на одно и то же число и числитель, и знаменатель, дробь от этого не изменится. Умножаем числитель на 2. Дважды 1, 2. Умножаем знаменатель на 2. Дважды 5, 10. То есть получается 2 десятых и 1 пятая. Это одно и то же. То есть величина первой дроби и величина второй равны друг другу. То есть данные две дроби равны друг другу. Ну а теперь 2 десятых мы запишем в десятичной дроби как 0,2. Что такое 2 десятых? Вот что это такое. Можно записать это как 0,2. Либо можно рассуждать по-другому. Чтобы разделить любое число на 10, нужно запятую перенести на один знак влево. То есть можно еще и так запомнить. Ну а теперь нужно в ответ записать число 0,2. 0,2. Это и есть правильный ответ в этой задаче. Задача решена. Задача решена. Продолжение следует...